Латвия, Эстония и Литва, это для советского человека была абсолютно другая реальность, абсолютно, абсолютная заграница, совершенно необыкновенная красота, да, то есть это была Европа, прям в прямом ее изводе, это все всегда было как-то здесь совершенно иначе, да, даже в смысле еды. Здравствуйте, с вами Сергей Николаевич, это проект «Статус свободен», сегодня вместе со съемочной группой из Дальского дома Ригасвилни мы находимся в Большой гильдии, где скоро состоится концерт замечательной пианистки Полины Осетинской. Полина начала выступать на профессиональной сцене, когда ей было шесть лет, и, собственно, вся ее история – это история девочки Вундеркинда, ставшей серьезным большим музыкантом с международным именем. И одновременно это потрясающая история женщины, сумевшей вопреки многим обстоятельствам отстоять свое право на свободу, свободу от навязанных стереотипов, свободу от прессинга мнений и свободу выбора собственного пути в искусстве и в жизни. Что такое быть концертирующим музыкантом и одновременно мамой двоих детей? Что делать, когда твои давно запланированные концерты отменяются без объяснения всяких причин? И какая классическая музыка сейчас лучше всего способна утешить наши тревоги, нашу боль? Обо всем этом мы и поговорим с пианисткой Полиной Осетинской. Полина Осетинская – известная российская пианистка, многое и успешно концертирующая по всему миру. Прославилась уже в юном возрасте как музыкант-ундеркинд, исполняя сложнейшие фортепианные программы симфоническими оркестрами. В 13 лет вынуждена была порвать с отцом, являвшимся ее главным учителем и продюсером, чтобы заново начать учиться музыке. Об этом она написала откровенную книгу мемуаров «Прощай грусть», мгновенно ставшую «бестселером». Известна своей бескомпромиссной позицией по вопросу войны в Украине, за что была незамедлительно наказана отменой концертов в Петербурге и Москве. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, Сергей. Я знаю, что страны Балтии как-то традиционно занимают особое место в вашей творческой биографии. Собственно, первый концерт с оркестром был в вильнюсской филармонии. Вообще, это, наверное, очень важно, где ты начинаешь, кто был рядом. И, в общем, с каким чувством вы приезжаете каждый раз в Ригу, что этот город значит для вас? Начинала я, в общем, как бы начинала свою карьеру, если можно так выразиться, действительно в странах Балтии. Для меня это связано и с теми какими-то переживаниями, которые я испытывала, выходя на сцену. И, разумеется, с чисто человеческими впечатлениями, поскольку, наверное, не секрет, хотя, может быть, молодежь этого уже не помнит, но Латвия, Эстония и Литва – это для советского человека была абсолютно другая реальность, абсолютная заграница, совершенно необыкновенная красота. То есть это была Европа прямо в прямом ее изводе. И мы приезжали сюда просто напитаться красотой, получить огромное количество впечатлений. И я помню, что в моем детстве это было, наверное, одно из основных вообще каких-то эмоциональных впечатлений, которые меня питали. И общение с людьми, и красота вокруг, и еда. Потому что все всегда было как-то здесь совершенно иначе, даже в смысле еды. На фоне какой-то советской убогости здесь как-то ты чувствовал себя человеком. Несмотря на то, что я была маленькая совсем, я помню, что здесь совершенно вырождалось другое самоощущение. Уже тогда какие-то появлялись, я не знаю, фанаты. У маленькой Полины были какие-то фан-клубы свои. Вот так что для меня это всегда какое-то очень такое личное воспоминание, безусловно. И первый раз уже после того, как я ушла от отца и приехала на гастроли куда-то, это тоже была Рига. Мы приехали с классом Марина Нямина Вольф. Это был первый год или первый или второй год, когда я только-только начинала с ней заниматься. И я думаю, что вот это вот даже года еще не прошло, как мы с ней занимались. И мы выехали с классом в Ригу, играли концерт всем классом в Вагнеровском зале. И это было тоже мое первое публичное выступление после того, как я ушла из дома. То есть у меня, видите, с Ригой... Много всего связано. Очень много, да. Вы недавно вернулись из гастролей в Соединенных Штатах, в Карнеге-Холле, выступали вместе с Максимом Бенгером. Вообще вы для себя как-то различаете публику Нью-Йорка, Москвы, Петербурга? Или, в общем, вам более-менее все равно, какой зал? Как Эдит Пиаф говорила, вся публика прекрасна. Как для вас? Ну, хорошо бы поучиться у Эдит Пиаф такой политкорректности, я бы сказала. Хотя, мне кажется, в сюжете она могла быть не совсем права в какой-то момент. То есть публика, разумеется, прекрасна, но публика везде очень разная, на самом деле. И то, что в Америке само собой разумеющиеся, например, стоячие овации или какой-то бешеный успех, то, например, в Милане публика совсем другая, гораздо более требовательная, более сдержанная. И очень часто ты чувствуешь, бывает, что если зал не твой, он чужой или новый для тебя. Да. Дело не в зале, дело, разумеется, в публике, в том, какие люди пришли тебя слушать, но бывает и сопротивление очень сильное, бывает, что тяжело играть, трудно, потому что приходится пробивать какую-то толщу недоверия, какого-то скептицизма. Такое бывает. И это вообще ни для кого из музыкантов не секрет, потому что действительно публика везде разная, она приходит с разными намерениями, она приходит с разным подходом вообще к концерту. Если по нашей, например, традиции, которой я принадлежу, то есть по русской традиции, люди приходят на концерт, большей частью за тем, чтобы получить какие-то незабываемые впечатления, какой-то духовный рост и какую-то глубину переживаний, то в какой-то другой стране, например, это может быть связано с тем, чтобы просто хорошо провести вечер. Have a nice evening. Nice evening. Entertainment. Да, да, да. И для меня в какой-то момент, когда я стала играть на Западе, было дико, когда мне люди, которые провожают меня на сцену, например, за гранит, говорят, have a great show. То есть для них это всегда шоу. Концерты – это всегда шоу, да. Have a great show. А я говорю, ну, как бы, а как это? Ну, мы же там Достоевский, Толстой вообще, тварь я дрожащая или право имею. А тут как бы-то, да, как это я говорю с Богом напрямую, у меня тут вот этот третий глаз открывается. А тут great show. Я вам не развлекатель, я вам не орликина. Вот. В общем, тут как бы разница менталитетов очень во многом сказывается. И, ну, в общем, всегда пытаешься приноровиться, ходишь по тонкому льду. Я так понимаю, что у вас ведь была реальная возможность в начале 90-х годов на волне перестройки, на волне своей вот этой юной славы оказаться на Западе и сделать, ну, такую большую международную карьеру, как это удалось сделать Кисину, Венгерову, Репину, в общем, вашим сверстникам фактически. Вы не стали этого делать, ну, это было связано с целым комплексом проблем, но, тем не менее, вот этой установки делать обязательно международное имя у вас не было. Почему? На тот момент для меня было гораздо более важной задачей стать музыкантом хорошим. Вот. Я в целом, как нон-конформист, плевала на карьеру, но мне было очень важно научиться играть на рояле так, как бы мне хотелось. Вот. Я могла это сделать на тот момент, только находясь в России, занимаясь с Мариной Аминной Вольф, а впоследствии с Фирой Васильевной Горностаевой. И поэтому и в начале 90-х, и в конце 90-х, и в 2000-х, но уже в 2000-х, как бы когда я поняла, что у меня довольно большое количество моего слушателя живет в России, я просто как бы уже приняла осознательное решение, что я остаюсь, потому что, ну, знаете, все-таки есть вопрос с ментальности, культуры. Есть люди, которые вот по-настоящему космополиты, вот, и тем более музыканты, в принципе, такими и должны быть, поскольку их язык никак не связан со средой обитания. Вот. А есть люди, для которых вот врастание, что называется, в родную почву жизненно важно. Для меня всегда это было жизненно важно. Не знаю, вот ходить по улицам Петербурга, смотреть фонтанку, не знаю, просыпаться, идти пить кофе на Патриарши и Пруду. Ну, как-то вот какие-то вещи, которые для меня означали не только связь, да, с моими корнями, с моей почвой, но и какую-то постоянную подпитку того, что я делаю. Если задать мне этот вопрос сейчас, я по-прежнему не уверена, что, будучи пересажена на другую почву, я, например, не зачахну. Но, конечно, это уже риторический вопрос. Жизнь покажет, зачахну я или нет, если я буду пересажена куда-то на другую почву. Но я говорю о своих ощущениях. Ну, вот я хотел спросить вопрос, который меня, в общем, очень волнует, что современное такое классическое исполнительское искусство, оно, в общем, в каком-то смысле отмирает, что вот без этих внешних возбудителей, каких-то рекламных трюков, каких-то дополнительного мифа, который нужен обязательно придумать, если его нет в реальности, уже как бы классическое искусство не продается. Вот вы согласны с этим? Или все-таки есть примеры, которые убеждают, что нет, все еще возможно и без каких-то экстра, каких-то трюков? Таких примеров не очень много. Это, собственно говоря, Григорий Соколов и Михаил Плетнев. Но вот если говорить о фортепьяном мире, вот этим двум людям удается, так сказать, обходиться без трюков каким-то непонятным образом, наверное, потому что они гении, да, а всем остальным приходится какие-то трюки. Видите, там, у одной пианистки платье с разрезами, у другой, там, еще что-нибудь, у третьей танцы с волками, в общем, как-то приходится... Что-то все время придумывать, да? Что-то все время придумывать, да. Меня все время навешивают вот это вундеркинское прошлое. Вот, в общем, хотя я все время пытаюсь от себя стряхнуть. Ну, от него не отмыться, не отбиться. Ну, нет, но все-таки вы привели пример, значит, прекрасных музыкантов, но есть Марта Агрих, есть Мария Жуан Переш, Митсу Каутида, но вот все эти дамы, которые, ну, в общем, как мне кажется, к каким-то дополнительным уловкам не прибегают. Разумеется, но они принадлежат, в общем, как мы понимаем, к старшему поколению. Их публика была воспитана, их публика была рождена в 50-е, 60-е, 70-е годы и воспитана на несколько других примерах, когда еще законы шоу-бизнеса не так работали, ведь законы шоу-бизнеса применительно классической музыки начали работать не так давно, когда опера стала индустрией настоящей, да. Это конец 90-х, это как бы вот этот вообще провал, коммерческий провал рынка с появлением новых технологий, с появлением интернета и так далее, да. То есть это все, на мой взгляд, очень взаимосвязано, и если еще в конце 90-х еще можно было сделать какую-то огромную карьеру, если к тебе был заинтересован какой-то просто грамотный европейский импресарио, то сейчас это совершенно другая система расстановки звезд, их появление на мировой арене, их раскрутки и, главное, их количество, их ротации, да. А, конечно, выдающиеся пианистки, о которых вы упомянули, они принадлежат к старшему поколению, я бы еще добавила Елизавету Леонскую. Это поколение, которое еще как-то сделало себе имя, сделало себе карьеру, и задолго до этого, и поэтому, конечно, это совсем другая история. Вы как раз сказали, что являетесь апологетом музыки с человеческим лицом. Вот интересно, чье лицо вы себе представляете, когда играете Моцарта, Шопена или музыку барокко? Ну, я уже давно не представляю себе как такового лица, да, потому что момент, когда я использовала такие какие-то чисто символические катурны в виде образов, он уже прошел. Теперь я стараюсь мыслить шире и говорить о состояниях, в которые мы погружаемся, а не об образах, потому что состояние рождает образ у каждого свой, и мне бы не хотелось ограничивать слушателя навязанным образом. Да, потому что мне кажется, что каждый в состоянии, слушая какую-то музыку, создавать и свой образ, и свои миры, и благодаря своему воображению, чем больше мы тренируем этот орган, тем больше он позволяет нам пережить и перечувствовать в этот момент. Поэтому музыка с человеческим лицом для меня, прежде всего, та музыка, при помощи которой я могу говорить со слушателем. Вот. Если мне язык непонятен, неблизок, такое бывает. У меня, например, довольно сложные отношения с Моцартом, у меня довольно сложные отношения с Бетховеном. Мне гораздо сложнее играть Бетховена, чем, не знаю, скажем, Равеля. Язык Равеля мне ближе. Или, например, язык Шостаковича мне понятен просто совершенно. А язык, не знаю, ну, например, Эдисона Денисова не очень, потому что я просто хуже в нем ориентируюсь и хуже могу его передать, а для кого-то ровно наоборот. Невозможно относиться к композитору без сочувствия. А это первое и главное ваше чувство по отношению к композитору? Ну, нет, может быть, не сочувствие, но вообще какая-то эмпатия. Просто по отношению к слушателю, по отношению к композитору, по отношению к исполняемому. Мне кажется, что в этом должно присутствовать два чувства уважения и эмпатии. Вообще, как бы оборотной стороной вашей юной славы была возможность общаться или видеть, по крайней мере, каких-то выдающихся и прекрасных людей. Множество есть фотографий. Вы с Клиберном, вы с какими-то разными знаменитостями. В одном интервью промелькнуло, что вы преследовали Святослава Рихтера. Я бегала за Рихтером. Бегала за Рихтером, да. Я дословно воспроизвожу. Во-первых, зачем вы это делали? А во-вторых, что в результате получилось из этого знакомства, если оно состоялось? Ничего не получилось. Я просто за ним бегала. Когда он бежал со сцены, например, Большого зала консерватории, в артистическую, я считала нужным его сопровождать. Маленькая баллонка. Он со мной не разговаривал, но я туда-сюда бегала. И помню однажды, когда мы узнали, что Рихтер с Дорляк живут в отеле «Европа» в Петербурге, где мы с папой тоже остановились. И папа сказал, пошли, мы должны немедленно поздороваться со Святославом Теофиловичем. Ну, у него приходили такие идеи. Иногда он говорил, мы должны немедленно пойти с Ефремовым поздороваться. И в два часа ночи вламывались в квартиру Ефремова на Тверской. Ну, вот я помню, что мы стали стучать в номер в 7 утра. И нам открыла Нина Ивовна Дорляк. И, в общем, только благодаря ее выдержке, наверное, не метнула в нас чем-нибудь тяжелого. Просто сказала, Святослав Теофилович отдыхает. Ну, что касается курса Рихтера, мы прекрасно с вами понимаем, что жил он, в общем, в тоталитарном обществе. И все-таки он был одним из избранных, из немногих, кому было позволено уезжать за железный занавес. И мы знаем сложную историю его матери, его семьи. Вот в нынешних обстоятельствах пример Рихтера, который таким был человеком, который, конечно, не был. Он был нон-конформистом, он в музыке. Но при этом был как бы официально признан. И при этом у него была возможность гастролировать. Вот не кажется вам этот опыт, которым можно как-то следовать в нынешних обстоятельствах, в которых мы сейчас оказались? Мне кажется, что все-таки есть разница между тем временем и этим. Потому что просто все гораздо более прозрачно, и все гораздо более видимо сейчас. И, разумеется, каждый человек выбирает свой путь, но сейчас совершенно очевидно, что многие выбрали бы просто покинуть, например, страну. А ведь Рихтер, в общем, фактически последние годы не жил в России, он жил во Франции. Я примеряю на себя чужой опыт всегда с одним вопросом. Могла бы ли я? Сейчас я примеряю на себя, например, может быть, опыт не Рихтера, а может быть, опыт Марии Вениаминовны Юдиной. Потому что в ситуации, когда она, например, подвергалась каким-то гонениям, была ли у нее возможность, например, покинуть страну? И если да, сделала бы она это. Я просто вот всегда как-то мысленно задаюсь вопросом, что бы сделала она Андреевна Ахматова, что бы сделала Мария Вениаминовна Юдина, если бы у них была такая возможность. И ответа окончательного на этот вопрос у меня нет. Но я об этом думаю все время. Вы никогда, в общем, не скрывали своих взглядов и подписывали письмо и в защиту Пуссерайт, и Мемориала, и Узников Болотный, и вот ваши последние заявления после начала военных действий, войны в Украине, они тоже, в общем, достаточно однозначные были восприняты. И я так понимаю, что расплата тут же последовала в виде запрещенного концерта, переносы ли его или как. Вам как-то это мотивирует? И вообще какие в этой связи ваши перспективы для вашей концертной деятельности в России? Ну, сейчас у меня нету концертов ни на одной крупной площадке. И остались благотворительные концерты. И концерты очень мало считаны буквально на маленьких частных площадках. И, наверное, вот этот в ближайшее время покажет, есть ли какие-то перспективы возвращения концертной деятельности. Но именно с начала этих действий в феврале я почувствовала, насколько тот слушатель, который остается в России, нуждается в том, чтобы кто-то с ним разговаривал на понятном и близком ему языке. И я могу сказать, что никогда за все время моей концертной деятельности в России у меня не было такого количества концертов, на которые бы приезжали люди из стольких городов. То есть буквально путешествуя из города в город по моим концертам, которые были в апреле, в мае, в июне, в июле 2022 года. Ну, вообще сейчас российское общество очень поляризировалось, и отношение к войне, это некий такой рубикон, некий рубеж. Вы для себя разделяете музыку и политику? И станете ли поддерживать отношения с теми, кто придерживается в этом вопросе противоположных вам взглядов? Мне кажется, это не имеет отношения к политике, мне кажется, это имеет отношения к человечности. Но что касается музыки, то музыка, безусловно, стоит в стороне от всего, потому что музыка это не имеет сиюминутной коннотации. Музыка – это вечное абсолютное искусство и вечное утешение, поскольку и сто лет назад, и сейчас, и я уверена, через сто лет люди, которые будут прибегать к музыке как к основному средству утешения в каких-то драматичных или порой трагических обстоятельствах, музыка не будет спрашивать, каких взглядов вы придерживаетесь. И, наверное, это то, почему я вообще ей занимаюсь, потому что она не дает оценок, она не судит, она не разделяет людей, она их объединяет и утешает. Большие артистические карьеры, особенно у женщин, когда о них думаешь, то понимаешь, что это какие-то неисчислимые жертвы. И вы сами признавались, что осенние сонаты знаменитого фильма Ингбера Бергмана периодически перед вашими глазами возникают и, естественно, вызывают чувство страха. Вам не кажется, что вот эта расплата за успех, расплата за служение музыке, служение искусству, она может быть очень жестокой. И касается это ваших ближних, касается это ваших детей? Да, я вообще принадлежу к тем людям, которые считают, что если у тебя в одном месте что-то прибыло, значит, в другом обязательно что-нибудь будет. Я совершенно точно знаю, что расплата есть всегда. И я совершенно точно с этим давно смирилась, потому что жизнь неоднократно мне показала, что за право иметь что-то или обладать чем-то, или представлять ценность в чем-то, ты обязательно будешь в другом месте чего-то лишен. Но это не надо воспринимать как некоторую несправедливость по отношению к тебе. Мне кажется, что в этом как раз и проявляется высшая справедливость. Мне кажется, что мы все несем какую-то ответственность за свой выбор, за свои решения в этой жизни. И в том числе за то, что не только мы делаем, но и за то, что мы представляем из себя помимо того, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, это совершенно закономерно. По крайней мере, я не предъявляю в действительности никаких претензий. И в этом году особенно наглядно мне, допустим, было что-то явлено и что-то отобрано. И у меня нет роптания на этот счет. Я понимаю, что это абсолютно закономерный ход вещей по отношению к тем людям, которые что-то настоящее представляют или транслируют. Потому что у меня нет таких вопросов к бесчисленному количеству людей, которые по большому счету ничего из себя не представляют, у которых есть абсолютно все. но мне кажется, что просто, может быть, с них не так спрашивают. У вас дома, я знаю, висит вырезка из журнала с портретом Марии Калас и заголовком «Мой одинокий мир» – это женщина, ищущая свой голос, в поисках своего голоса. Как вам кажется, сегодня можно сказать, что Полина Осетинская нашла свой голос в искусстве? Ну, по крайней мере, Полина Осетинская поняла, что такое ее голос. Это уже немаловажно. Говорить о том, что она его прямо нашла, мне кажется, это процесс, который длится вечно. Мне кажется, вообще, что пока мы живем, мы ищем, мы куда-то идем. Если мы завершили свой поиск, то как бы совершенно непонятно, зачем дальше куда-то идти. Поэтому поиск бесконечен, но, по крайней мере, я точно знаю, в какую сторону я иду, и для чего, и какую цель я преследую. И последний вопрос. Что бы сегодня, сейчас нас могло больше всего обратить? Мир во всем мире. Меня больше всего бы обрадовало. Спасибо, Падин. Спасибо.